всем здравствуйте на что хочу сказать на улицах практически безлюдно сегодня пятница многие не работают сидят дома я пытаюсь прорваться в супермаркет купить кое-что взяла перчатки маски у меня нет я с шарком я думаю все уже наслышаны жуткую ситуацию в италии не знаю что еще добавить людей практически нет но продукты все на месте дефицита не ощущается ну что сказать сходила в супермаркет зрелище конечно печально все в перчатках масках людей очень мало очень супермаркете тоже один два человека я скупилась на ближайшую неделю надеюсь из дома выходить не буду сегодня к нам придут дети так что что еще сказать по всем телеканалам трубят о коронавирусе о том что он пока растет смертность увеличивается приятного мало но знаете что радует в этой ситуации больше всего то что дети и подростки практически не заражаются вирусом или болеют в легкой форме а дети это наше все и так как так как мы на карантине сидим дома дацами скучаем гулять нас не пускают только терраса я вам покажу сайты на которых я продаю вещи купленные в секонд-хенде и так давайте начнем вот сайт стера коллектив это моя страничка дораться здесь мое фото и вот здесь вот я выкладываю вещи те которые я продаю вот их стоимость вот это все что я выкладываю здесь если вещь долго не продается я снижаю естественно цену чем плохо этот сайт тем что он берет очень большие комиссионные то есть на минимум стоимости например вот 40 евро или например там я не знаю 30 евро 15 евро забирает сайт себе на скажем так почтовые услуги да потому что сайт находится во франции как правило сначала я если продаю какую-то вещь одежду я отправляю во францию они проверяют подлинность бренда состояние действительно ли соответствует мои фото и и то что я пишу здесь потом они вот вот здесь вот здесь у меня есть даже торги здесь можно торговаться то есть покупатель может торговаться с тобой и с ней писать здесь вот спросить снизиться но если я соглашаюсь то я пишу да если нет то я пишу ту цену которую я хочу вот вот мои одежда которую я продала здесь вчера позавчера мне вернули пиджак почему потому что я по своей глупости не доглядела дело его состояние то есть в рукаве на подкладке было пятно которое я не увидела и меня понизили скажем так должности раньше я была эксперт теперь я просто хороший продавец это убрали эксперт и отправили мне пиджак обратно это конечно не совсем приятно потому что время чем также чем плохо этот сайт тем что здесь очень долго все происходит сейчас объясню долго происходит то есть для того чтобы продать вещи например если в шафе в украине это происходит буквально ты договариваешься непосредственно с продавцом здесь продавцом непосредственно договориться нельзя то есть сайт вестиары он является посредником сначала ты продаешь вещь вещь отправляется в течение недели во францию его в течение трех-четырех дней проверяют то есть это этот лот скажем так на наличие бренда на подлинность бренда на состояние на качество и потом только отправляют покупателю покупатель получает смотрит опять же такие недели то есть это все происходит в течение двух-трех недель это очень долго и плюс большие комиссионные и чем больше ты хочешь сумму за продажу тем больше комиссионный забирает этот сайт это конечно не вы не очень выгодно для меня но чем хорош этот сайт здесь покупают брендовые дорогие вещи то есть они очень пользуются спросом теперь давайте перейдем на мой сайт шафа вот так он выглядит вот это вот мои продажи здесь конечно получше скажем так но для того чтобы отправить вещи мне в украину это нужно 10 дней то есть я нашла способ отправлять посылки в украину я отправляю большую коробку раз в две недели и выставляю это все на продажу мама уже отправляет по адресам если кто-то что-то покупает вот мои отзывы но здесь они написаны на итальянском если кому интересно 129 у меня платье это продано это сумка продана эта сумка продана этот свитер продан то есть если кому-то интересно заходите смотрите вот так же что хочу сказать если вас интересуют какие-то вещи которые я показываю в своих видео задавайте вопросы я буду на них отвечать потому что не всегда получается отправить все вещи некоторые я оставляю на следующий раз позже так чтобы я знала кому что нужно интересно задавайте вопросы что а и